Нам говорят, умом Россию не понять. Но поверьте мне, умом не понять то, что делает самый распространенный видеохостинг. А именно, он работает только с аудиопродукцией. Окей, скажу я вам. Теперь расскажем о том, что такое звук. Человек не сможет сделать достойный аудиосюжет всем. Но каким-то рядом в видеохостинге он крут. Теперь попроще. Сколько аудио-человек сможет сделать аудиосюжетов? Ну сто, и это максимум. А сколько делает сюжетов оператор, он же видеоинженер, он же продюсер, он же ведущий? Пять тысяч сюжетов. Давайте проверим и скажем, что таких кренделей по миру, ну максимум тысяча. Тогда какого хрена вы аудио рядом губите то, над чем работал человек, а? А теперь думайте, господа, и извините, иногда вам придется выслушивать другие композиции, потому что, извините, сори, я уже использую то, что купил собственным трудом. Итак, идет год кролика или кота, кому как нравится. Ну просто, допустим, котов мы вам показываем, вы можете их приобрести, а кролики как? Ну хорошее животное, но не самое умное. Есть другие грузины, такие как шиншилла, например. Эксклюзивный поставщик, это зоосалон Шуша. Но здесь есть еще замечательный карман, причем такой ассортимент, которого нет нигде. Скажите честно, есть два способа вести бизнес или работать. Первый. Тупо сидя на зарплате, либо охмуряя покупателей товаром, поставляемым вам поставщиками. И это 95% россиян. Второй. Находиться в постоянном поиске и быть на коне. Ассортимент. Вот что главное. Находясь под прикрытием рекламы чужой, жить можно, конечно, припеваючи. Но если раньше, например, молочная колбаса была одинаковая, будь то Владивосток либо Пилер, то сейчас, производя что-либо на территории России, финансовая выгода становится главнее вопросом здоровья. Не знаю, как вам, но мне здоровье все-таки главнее. Поэтому смело беру в Шуши то, что заведомо в России не производится. А если и производится, то проверенными производителями. А это и ночной охотник, здесь и брит, и кануба, и многое из того, что вы и не слышали. Вы будете есть настоящую краску? Я, честно говоря, не буду. Давайте проверим, что получится, если использовать корма для животных, таких замечательных, зеленых, глупых, красных цветов. Отсыпем. Пока отсыпаем, мешаем, поговорим о том, что здесь есть оригинально. Так вот. Зо Шаун Шуша, что надо, карамат, это просто мека какая-то. Для тех, кто любит свои животные. И кормов здесь знаете сколько? Казалось бы, можно было бы достаточно хорошие вещи продавать. Просто роял кони. Желательно висков, который не делается в России. Чапки, еще остальное. Ну, решено было пойти подальше. Это я наложил, как видите, зелененький. Он просто гащик стал зелененький. Долго особо ничего не надо. Это балл. И вот настоящий корма Барли. Как-то... Мел Гипсон это делал. Мишка. Очень вкусно. Так, он от рукава тупырень, помните, да? С спиртельного оружия. Мы постараемся вас убедить. А то и качество пользуется. Но я его уже ничего не могу прокомментировать. Он задерет даже. Качественные корма. Мало того. Ну вот, вот они качественные. Абсолютно прозрачные. Субстанции. Мало того. Корма Эко-Нуба. Вы слышали про такие? Настоящие собачатники знают. Их, конечно, мало. Но они и есть. Так вот, здесь на все это дело накрутка минимальная. Получается так, что фирменные корма, которые не изготавливаются в России, вообще не изготавливаются. Они стоят дешевле раскрученных брендов. Причем на сумму-то приличную. Да. Ну, какая гадость. Представляете, что в залудке у вашего котенка творится? Вот. Теперь, что за карман? Брид и Эко-Нуба. Я вам честно скажу, что производитель тот хороший, где есть мощная база, сельхозавязь. Так вот, больше всего, извините, говядина, ну и свинины, естественно, делают кто? Испанцы, французы, вот, Аргентина, Австралия. Они любят мяско покушать. Естественно, вот все эти самые вкусности, вывески, это все оттуда. А все остальное там честно и порядочно добавляется, в смысле, не добавляется, идет корм нашему новашним животным. То есть, сами соображайте. А из чего у нас делают с кармана? Поэтому давайте не экспериментируйте, переходите на качественную и здоровую пищу. А именно вот эту гадость. Вы знаете, что будет, если смешать два цвета? Зеленый и красный. Ну вот я вам продемонстрирую. Главное, зеленый еще, понятно. Вроде как цвет травы, красный вроде как мяско. Так, все вместе. Чуть-чуть подольше помешал, мы получим качественный черный цвет. А черный цвет, это вообще-то цвет смерти. Ну, думаю, теперь все стало на свои места. Домашний питомец должен есть свою пищу без добавок и красителей. Кстати, одевать домашнего питомца, это тоже необходимость. Ну, в Москве понятно, облизал песик лапки после кальциевого реагента. И до свидания, почки. Магнитка, по сути, город не самый чистый, так что, в принципе, то же самое. Да и мыть собаку после каждой прогулки, это тоже неправильно. Как и неправильно, втридорого покупать одежду, которая здесь стоит реальных, и не таких уж и больших денег. Кстати, только в Шуши такой ассортимент ее и есть. Как и ассортимент всякого рода живностей. Как-то полков, например, которые кушают тараканов. Скажите, пожалуйста, дома тараканов уже нету? Вывели. Приходится сюда приходить. Почему? Знаете, в городе у нас что-то, я вообще не видел, где есть вообще продаются экзотические корма для экзотических животных. Вот здесь просто случайно совсем зашел, однажды, увидел, что продают пауки. Я давно хотел, чтобы, вот, купил. Теперь вот чем-то кормить надо. Да и зима. Сейчас в квартирах тараканов все равно не найдешь зимой. Ну, в общем-то, приходится здесь. По-моему, единственный магазин, который торгует тем, чем другие не торгуют. Да, это, согласитесь, шушики, в смысле шаншилыки, пауки, игуаны, все. Да, вот, понимаете, давно я вот... Все вот заводятся, обычно какие-то, да, животные, там, кошек, собак. А хочется все экзотики какой-то, разнообразие. Вот, поэтому, по-моему, здесь можно как раз найти то, что будет. Что будем покупать за 3000 рублей? Сотовый телефон или все-таки домашним животным? Ну, за 3000 сотовый, скажем так, совсем хорошо, но я лучше куплю его подороже. Если-таки лучше, я бы взял шушил. Теперь я про шушил. Тоже стал бы крупным специалистом, потому что связывают меня более чем тесные общения с заводчиком, кстати, великолепным заводчиком шушил города Магнитокорска. Исключительной красоты животные. Теперь понимаешь, за что платятся такие деньги, когда шушил из шушил у вас супруга требуют. Вот такого цвета животных нету. Вот, кстати, если вы себе приобретете, видите, какие у вас бодрые, только что-то, ну что-то. Давай немножко посидим, пообщаемся все-таки. Перез звездами станем. Да? Вот. Такое животное стоит, в топе, стоит 14 тысяч рублей. Может вам принести 140 тысяч рублей. Ну, это очень легко. Берете парочку и начинаете плодиться. Кстати, 140 тысяч рублей вы заработаете всего за год. Вот. Все остальное. Ну, есть тут просто обалденные животные, и мне сказали, что можно попробовать. Что, будем пробовать? Пойдем в котов развлекать. Ммм, да. Еще разочек. Вот, чтобы можно было посмотреть. Вот это вот толстое и большое, это в смысле мое. Вот, это маленькое, красивое, шиншиловское. Шиншиллы действительно дивные животные, вообще беспроблемные. Минимум внимания и при этом общение и покладистый характер. Они абсолютно легко приручаются и при этом это большой, умный, крупный грызун. Растут быстро, днем спят очень хорошие друзья, которые живут в два раза дольше нестерилизованных котов и собак. Краткая инструкция по эксплуатации здесь же, Пшуша. Знаете, я по неопытности думал, что британские коты, это, ну, очень хорошие животные. Они очень хорошие, безупречные. Вот только этот, если их много, то кушают они примерно на 500 рублей в день и какают примерно на 4 стакана какашков. Вот, альтернатива. Шиншилла. Кушает наперсток, как и того меньше. Тот, у кого есть аллергия, ну, во-первых, аллергия в магнитогорске это не на животных точно, скорее на комбинат. Но тут деваться некуда, извините, металлургическое производство другими не бывает. Вот, если же все-таки кажется, что шерсть уменьшает и все остальное, то единственный вариант это выбор шиншиллов. Кстати, цена вопроса может быть и 3000 рублей. Я, честно говоря, не понимаю, господа, вас, которые с таким удовольствием покупают себе одноразовые вещи. Коты и шиншиллы живут до 25 лет, кстати. И сколько стоит это чудо такое, которое вы можете здесь приобрести на Карл Маркса 97? Так вот, стоит это от 3000 рублей. В том числе и замечательные британские коты. КОНЕЦ